Герой сегодняшнего обзора напоминает швейцарский нож. Функциональность планшета заметно расширена благодаря наличию GPS, модуля 3G, поддержке голосовой связи, двум слотам SIM-карт и аналогового TV. При этом Pointofil Onyx 527 является компактным 7-дюймовым планшетом на Android с двухъядерным процессором. Устройство упаковано в черную глянцевую коробку из картона. На крышке нанесено название и краткие характеристики. Сзади подробные технические характеристики на 8 языках. В комплект поставки входит кабель miniUSB и USB, сетевой адаптер, наушники, OTG-переходник, инструкция и черный тканевый чехол. Если большинство планшетов симметричны в той или иной мере, то Onyx 527 имеет небольшое отличие. Правая часть заметно шире относительно экрана, что ни в коей мере не сказывается на эргономике устройства. Под защитным стеклом находится 7-дюймовый дисплей и глазок на 3-мегапиксельной камеры. Корпус устройства выполнен из пластика, темно-коричневого цвета со втач-покрытием, не скользким и довольно приятным на ощупь. Основные разъемы расположены на правой грани. Разъем miniUSB, использующийся для подключения к ПК и зарядки. Выход miniHDMI, аудиоразъем 3,5 мм и отверстие микрофона. Слева антенна ТВ и FM приемника. А на верхнем ТЦ разместились кнопки включения и регулировки громкости. Два слота для сим-карт под черной резиновой заглушкой и слот для microSD-карты. По центру крышки красуется логотип компании-производителя и чуть ниже название модели. Левее расположены отверстия динамика, ближе к краю аппаратная кнопка перезагрузки. Основная двухмегапиксельная камера без автофокуса размещена у верхнего торца, немного правее центра. Вдоль края крышки нанесены обозначения разъемов элементов управления. Несмотря на то, что модель позиционируется как бюджетная, сборка произведена на высоком уровне, особых люфтов и скрипов не наблюдается. Лишь стоит отметить, что планшет немного прогибается в центре, если на него сильно надавить. Весит у них с 527 чуть более 315 грамм, а немаленькая толщина планшета 11 миллиметров не так заметна благодаря плавно скругленным краям крышки. Вот когда действительно чувствуется бюджетность планшета, так это при взгляде на экран. В устройстве установлена 7-дюймовая ТН-матрица с разрешением 1024 на 600 точек. Но не все так плохо, цветопередача характерна для неплохого ТН-дисплея, горизонтальные углы обзора достаточно широки, а вот с вертикальными углами не сдалось. Даже при небольшом наклоне планшета от себя изображение тускнеет. Яркость изменяется в пределах от 30 до 160 кандел на метр квадратных, датчик освещенности отсутствует. Емкостная сенсорная панель поддерживает до 5 одновременных прикосновений. Onyx 527 построена на двухъядерной платформе Mediatek 6577 Cortex-A9, работающей на частоте 1 ГГц. Данная система на чипе устанавливается в основном в смартфоны с поддержкой двух сим-карт. Не совсем привычно видеть планшет на базе МТК 6577. Объем оперативной памяти составляет 1 ГБ. Для хранения данных доступно около 6 ГБ из 8-ми стройных. Вряд ли этого хватит большинству пользователя, благо что увеличить объем можно установив microSD-карту. Помимо ввода Wi-Fi и Bluetooth 4.0, в планшете присутствует поддержка 3G и голосовой связи. Навигационные возможности представлены приемником GPS, а определение местоположения ускоряется благодаря использованию воспомогательных данных GPS EPO и технологии A-GPS. Емкость аккумулятора составляет 3100 мАч, чего при средней нагрузке хватит на 5 часов работы. При тестировании батареи в Antutu Tester планшет показал средний результат, набрав 490 баллов. Планшет работает под управлением OS Android 4.0.4. Немного подверглась модификации меню настроек, например, добавленные режимы переключения по USB по протоколам MTP и PTP и возможность выбора темы оформления из нескольких вариантов. Среди предустановленных приложений стоит отметить GPS-тест, клавиатуру от Point of View, приложение аналогового телевидения и FM-радио. В поседневной работе планшет проявляет себя с неплохой стороны. Особой производительности и плавности работы системы от устройства ждать не стоит, но и особой зависаний за ним не наблюдалось. PowerWire SGX531 – не самый продвинутый видеоускоритель, но для запуска и работы таких 3D-игр, как, например, Dead Trigger, его мощности вполне чем достаточно. Что касается воспроизведения видео, то родной видеопроигрыватель справляется с видеофайлами качеством до 720p. В роли ТВ-приемника использовать планшет получится только недалеко от передатчика. За городом можно поймать только несколько каналов. Немного странным выглядит решение добавить поддержку голосовой связи и не установить при этом разговорный динамик. С другой стороны, это привело бы к удорожанию, так что может его отсутствие и к лучшему. Человек, говорящий по 7-дюймовому планшету, выглядит, мягко говоря, непривычно. Также не совсем ясно, почему используется разъем miniUSB, а не более надежный и распространенный microUSB. Onyx 527 – недорогой 7-дюймовый планшет, среди особенностей которого стоит выделить поддержку 3G, наличие GPS-модуля, поддержку двух SIM-карт и функцию голосовой связи.